Что такое гражданское общество? Гражданское общество означает действенный государственный сектор, сильный бизнес-сектор и активное гражданское общество. Как показывает мировой опыт, когда все три сектора хорошо взаимодействуют между собой, получается высокоэффективное демократическое государство. Там же, где в отношениях трех секторов доминирует государственный сектор, государство становится бюрократическим, равнодушным к правам и интересам граждан. Существует угроза сращения целей и функций государства и бизнеса. Тем самым не учитываются интересы граждан. Каким образом организации гражданского общества вносят вклад в принятие общественно значимых решений? Организации гражданского общества собирают потребности граждан и распространяют взгляды и мнения граждан. Если обратиться к Кодексу рекомендуемой практики гражданского участия Совета Европы, выделяют следующие уровни гражданского участия от наименьшей до наибольшей вовлеченности. Гражданское общество принимает участие в принятии общественно значимых решений, путем информирования, участия на консультациях, построении диалога и партнерства с государством и бизнес-сообществом. Организации гражданского общества могут участвовать на любом уровне гражданского участия. Данный видеоролик предназначен для организаций гражданского общества, которые заинтересованы в эффективном продвижении гражданских инициатив. Процесс гражданского участия можно представить в виде цикла. И давайте сейчас рассмотрим каждый этап данного цикла. Первый этап – это определение повестки темы, проблемы. На этом этапе организации гражданского общества участвуют в определении повестки темы через выявление проблем, предложении проектов решений и обеспечение наличия фактов и доказательной базы в поддержку обозначаемых проблем и предложений. Следующий этап – это поиск пути решения выявленных проблем. В ходе этого этапа организации гражданского общества разрабатывают законодательные предложения для того, чтобы государственные органы могли учитывать разные взгляды и мнения граждан до принятия решений. Третий этап – это продвижение предложений и общественно значимых решений. На данном этапе организации гражданского общества активно продвигают свои законодательные предложения через проведение различных эдвокаси-мероприятий. Заключительный этап – это этап мониторинга и оценки. На этом этапе организации гражданского общества осуществляют мониторинг и оценку результатов продвижения гражданских инициатив. Организации гражданского общества могут принимать участие на любом из этих этапов процесса принятия общественно важных решений для того, чтобы донести мнение граждан до государства. Теперь рассмотрим пример гражданского участия. Давайте рассмотрим один из этапов гражданского участия. Этот этап, этап нормоторческой деятельности, называется поиск и выработка путей решения выявленных проблем. Давайте на конкретном примере рассмотрим данный этап. На примере – это реализация права граждан на жилье. Как отрегулированы данные вопросы в Конституции? Статья 45 Конституции, она четко определяет. Первый принцип – это каждый гражданин имеет право на жилище. Второй принцип – государство создает условия для реализации права на жилище, но и поощряет жилищное строительство. Третий принцип – малоимущие, а также иные граждане, которые имеют право получить жилье, из Государственного жилищного фонда, Муниципального жилищного фонда и либо иного жилищного фонда в порядке, предусмотренном законодательстве. Какие пути решений существуют для реализации права граждан на жилище? Первый путь – это индивидуальное жилищное строительство, когда граждане могут получать земельные участки, когда имеются свободные земельные участки и в порядке очередности. А также подпадают под категории лиц, которые предусмотрены в положении в порядке предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, утвержденное постановлением правительства номер 177 от 6 мая 2005 года. Второй путь решения данной проблемы – это развитие системы жилищного финансирования. Это каким путем могут быть? Когда граждане могут получать ипотечные кредиты именно на покупку жилья, на вторичном жилье, либо на строительство жилья получать ипотечные кредиты. И государство создает условия для того, чтобы развивались ипотечные банки, а также, к примеру, привести, сейчас существует государственная ипотечная компания, она работает и выдает долгосрочные ипотечные кредиты, ну и недорогие ипотечные кредиты, то есть под малые проценты. Одним из основных путей решения выявленной проблемы – это право на жилище, это поощрение, это жилищное строительство, когда органы местного самоуправления или государственные органы, включая механизмы государственного частного партнерства, привлекая частные инвестиции и иные источники финансирования, они могут осуществлять и увеличивать объемы жилищного строительства и предоставлять для граждан, для малоимущих граждан и граждан, которые имеют нуждающие в получении жилья, согласно нормам законодательства, опять-таки. Следующий путь решения проблемы – это когда развивается рынок ценных бумаг, когда граждане могут покупать жилищные сертикаты, ценные бумаги, акции и так далее. Одним из следующих путей решения – это когда государство создает условия для того, чтобы граждане могли копить деньги на приобретение жилья на вторичном рынке жилья. То есть когда государство создает условия для того, чтобы работали специальные жилищно-сберегательные компании либо финансовые организации, которые могут заниматься именно сбережениями граждан, брать депозиты для того, чтобы создавать условия для накопления граждан средств для покупки жилья. Ну, давайте зададимся следующим вопросом. Какие механизмы были использованы, когда предлагались и принимались нормативные правовые акты, которые бы решали данную проблему? Ну, данную проблему, согласно, существует законодательство, да, необходимо на них тоже, наверное, остановиться. Нормативные правовые акты, которые регулируют вопросы решения данной проблемы. Это, в первую очередь, то, что я говорила, Конституция, которая, статья 45-я, Змельный кодекс, Жилищный кодекс, Гражданский кодекс, Законы о индивидуальном жилищном строительстве, закон о ипотечных ценных бумагах, положение о порядке предоставления земель и участков под индивидуальное жилищное строительство, утвержденное Кабинетом министров, а также жилищная программа, которая была утверждена Кабинетом министров на 2021 и на 2026 годы. Какие были механизмы, инструментарии, инструменты, формы участия, гражданского участия были использованы. Организации гражданского общества, они непосредственно принимают участие в работе рабочих групп, именно которые занимаются разработкой проекта нормативных правовых актов. Второй механизм, да, второй инструмент, Это когда организации гражданского общества, граждане, могут направлять свои предложения, замечания, могут принимать участие в общественных обсуждениях проектов НПА. Ну, следующая форма участия, это когда организации гражданского общества могут предлагать альтернативные пути решения проблем, выявленных проблем, либо предлагать альтернативные проекты нормативных актов, как они видят или видение, да, решения данной проблемы. Ну, и одними из форм, механизмов участия гражданского общества, а так, это также участие на проводимых, на проводимых Джигурку Кемешем, Кыргызской республики, парламентских слушаний. Для того, чтобы организации гражданского общества могли видеть, отслеживать, насколько это видение или концепция решения данной проблемы, она отражена на стадии рассмотрения со стороны законодательных органов. Более полную информацию об инструментах и методах гражданского участия можно получить в практическом руководстве, которое разработано в рамках проекта ПРООН «Интеграция основ инклюзивного, ориентированного на человека и правозащитного подхода в национальные правовые процессы, процессы правосудия и постконституционные процессы, реализуемого Общественным фондом «Фонд развития права и бизнеса». Партнерство государства и гражданского общества – это основа соблюдения прав граждан и повышения качества жизни наших граждан.